Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Продолжаем потихонечку подводить итоги уже все-таки уходящего года. Считанные недели остаются до 2021 года. И сегодня поговорим о такой важной сфере, как экономика. Каким выдался для нее этот год? Непростой год, все эти потрясения. Ну и, конечно же, интересует вопрос о перспективах на будущий год. Мы слышим разные прогнозы от самых пессимистических, что будет еще хуже. Или там, что мы выйдем на уровень годичной давности, дай бог, через несколько лет. До вполне оптимистичных, что вот сейчас уже вакцинация идет, в следующем году она станет повальной. Соответственно, биржи на это положительно отреагируют и так далее и тому подобное. И рубль наш перестанет куда-то там лететь в тартарары. Ну и, соответственно, начнется восстановление экономики. Может, даже чуть ли не к лету или даже не к весне, она восстановится хотя бы до уровня, еще раз говорю, 20-го года, начала 20-го года. Так ли это нет, мы сегодня поговорим с экспертами. Хочу вам их представить. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. И Владимир Бакунин, генеральный директор строительной компании. Господа, добрый день. Очень приятно, что нашли время прибыли к нам в эфир. А вы, дорогие телезрители, можете нам задавать вопросы по телефону 3190 или просто высказывать ваше мнение. Что вы думаете, насколько сильно подкосил нашу экономику коронавирус, а может быть, наоборот, не докосил. В том плане, что благодаря мерам, принятым федеральными властями, региональными, мы вышли с куда меньшими потерями. Выходим, точнее, ну или остаемся в этой ситуации, кому как нравится, по сравнению с другими, может быть, странами, по сравнению с соседями нашими республиками по СНГ. Или даже не по СНГ, я имею в виду Прибалтику. То есть, попросту говоря, может быть, все в России не так плохо по сравнению с другими странами, в том числе развитыми, пилистическими, как раньше говорили. Господа, на ваш взгляд, в каком состоянии вступила наша экономика Тверской области в прошлый год, то есть до начала пандемии? То есть, насколько у нас более-менее все нормально развивалось январь-февраль, если брать, 2020 года? Ну, во-первых, я бы чуть-чуть так даже подальше, наверное, глянул. После 2014 года у нас наступили некоторые специфические моменты развития экономики, и говорить о каком-то бурном росте за эти годы не приходилось. Другое дело, что в целом экономика Российской Федерации смогла как-то приспособиться к новым условиям игры, и мы стабилизировались на определенном уровне, который не давал какого-то серьезного роста, скажем так, но и уже не говорил о падении, которое можно было бы назвать совсем таким экономическим спадом. С одной стороны, это было хорошо, мы привыкли решать свои проблемы самостоятельно, или привыкали, по крайней мере. Но, с другой стороны, конечно, вот эти дополнительные сложности, они никого не радовали. Поэтому к началу 2019-го, ну, или, скажем, теперь уже, наоборот, лучше смотреть, 2020-й год, да, к началу 2020-го года мы подошли вот в таком стабильном состоянии, который, ну, застоем все-таки не назовешь, да, но слабым процентным ростом его можно было охарактеризовать. Особенно если распивать на отрасли, некоторые из них выступали более успешно, ну, зачем далеко ходить там. Мы все слышали не раз про сельское хозяйство, да, которое рывком вышло захватывать рынки других стран, особенно по зерновым. Хотя здесь тоже есть моменты многие. Но, с другой стороны, кто-то от этого не выигрывал. Конечно, 2020-й год, он нанес серьезный удар по всей мировой экономике, и по нам в частности, как по стране, так и по региону. Но здесь многое зависело от того, как в этих новых условиях мы сможем адаптироваться, и как власть сможет отреагировать, чтобы сохранить на плаву тот экономический актив, который у нас есть, да, и, соответственно, не дать утонуть основной части экономики, чтобы она при первой же возможности смогла вновь работать с полным эффектом. Ну, по-разному случалось, как эти направления реализовывались, но в целом можно охарактеризовать традиционным российским подходом, что могло бы быть и хуже. Поэтому не самый плохой вариант состоялся, в частности, у нас на территории региона. — Владимир, а ваше мнение? Я понимаю, что вы представляете отдельную отрасль строительства, но все-таки вы, опять-таки, живете в Верхневоложье, вы здесь работаете. Строители взаимодействуют не только с коллегами строителей, но и с представителями других отраслей нашей экономики. И, соответственно, вы тоже, я думаю, имеете понимание, в каком состоянии наш регион вступил уже уходящий год. Вот на ваш взгляд, как у нас хоть какое-то было позитивное движение, рост какой-то, несмотря на все эти санкции, начиная с 2014 года? — Вы знаете, ну была какая-то стабильность, ну так назовем ее относительной стабильностью, потому что все понимали, что, сколько покупается, как и кем покупается. То есть, ну, трудно сказать. То есть, я думаю, роста как такового не было на тот момент. Я думаю, такая просто вот наступила некая стабильность, потому что общаясь, ну и сам строй, и общаясь с коллегами со своими, да, особенно строительная отрасль была на тот момент так вот очень-очень прям вот как натянутая струна, понимаете? То есть, вот многие, конечно, многие строительные компании вошли в процедуру банкротства. То есть, ну, а что тут говорить? Продажи квартир, продажи жилья у нас в городе, я непосредственно про город наш говорю, такая была... — Областной центр. Областной центр смотрит не только в Твери, по всему Верхневолшу. — Я смотрю, поэтому... — Я не знаю, как обстоят, к сожалению, дела там в Оржеве либо в Бежицке, да, но про областной центр я могу сказать, что квартиры покупались очень... — Туго? — Туго, да. — А вот риэлторы, наоборот, говорят, что... — Нет, нет, это вот в этом году наступило из-за льготной ипотеки. — А, вы имеете в виду 19-е, если брать, да, конец 19-го, да, конец 19-го, 20-го года вы задавали вопрос, поэтому, да, вот на тот момент было так туговато. — Вот, ну... — Скажите, ну вот туговато, извините, я вас перебью, просто у меня как у обывателя, который ездит по улицам этого города и по работе, просто как раз все время создает впечатление, что вот кто-кто, строители себя чувствуют хорошо, потому что я вижу, что новые дома закладываются и строятся, закладываются и строятся. Это касается не только вот спальных этих микро-районов лидеров, типа Южного, хотя и там, ну вы же видите, какие объемы, то, где еще было недавно дикое поле. — Пустырь. — Да, там вот растут огромные комплексы, это Брусила продолжает застраиваться рядом, вот, но это и за Волжи, причем не только вот юность, все, что в округе. Это вот как по направлению к Соменке ехать, новые дома ставятся, ставятся, вот, это и комплексы малой и среднеэтажной застройки в историческом центре, вот только в том году, к примеру, за Тьмачи, вот подряд там один квартал заложили, вот как раз там стройка идет в районе Суворовского, это то, что в прошлом году еще началось, понимаете, вот, и поэтому, как бы, ну, вот у меня, как у обывателя, почему, вот, говорю, что вроде бы да нет, стройки идут. — Постараюсь объяснить. — Да, дело в том, что, во-первых, невозможно остановить процесс, если процесс остановишь, то рухнет все. Вот эти все площадки строительные, которые заложились, были заложены там в девятнадцатом году, в двадцатом, в начале двадцатого года, подготовка же к этому идет очень продолжительная. И проектирование, и согласование, и, соответственно, все эти площадки, которые были заложены, это продукт как раз семнадцатого-семнадцатого года. Начало работы. И я вам хочу сказать, что на тот момент строители у нас работали, в принципе, на грани рентабельности. Вот. Почему и многие строители ушли в банкротство? А потом, вы представляете, если вы распустите коллектив инженеров, прорабов, то обратно их уже не собрать. Они уже найдут где-то в другом, либо в другом регионе, значит, либо в другой компании. — Ну, других нанять. Политики выпускают каждый год. — Да вы поймите, что нет у нас той скамейки запасных, так мы ее назовем, что у нас специалистов-то не так много. — А куда же они деваются? Еще раз говорю, профильный вуз у нас. — Профильный вуз, но все нормальные специалисты, как правило, но вот, к сожалению, уезжают в Москву, Санкт-Петербург. — Просто я не бизнесмен, но я все-таки не очень понимаю, у тебя ситуация плохо идет, ты только-только на грани рентабельности. То есть, по идее, у тебя есть деньги только выплатить зарплату, налоги тем, кто есть. Какое-то амортизацию оборудования, допустим, ну и мысли не должно быть о закладке нового, потому что и так-то еле не до жиру быть бы живым. — А это вот, ну не знаю, назовите как движение, вот есть цирковое такое, да, там, например, на велосипеде, да, или на мотоцикле по кругу. Вот если вы останавливаетесь, то падаете. И подняться с этого дна будет уже часто практически невозможно. Пока вы движетесь, даже если вы находитесь на одном уровне, да, вы продолжаете жить с точки зрения экономической, прежде всего. Отсюда и такая стратегия, да, лучше сработать там с прибылью в один процент, условно говоря, да, чем вообще, да. Тем более в эту прибыль вы все-таки заложили зарплату своего персонала и сами как-то с голоду не умерли. Вот это лучше, чем вообще ничего. — Понятно, у нас сейчас заложена рекламная пауза, три минуты, не переключайтесь, мы продолжим разговор о том, как экономика Верхневоложья вместе со всей страной переживала 2020 год. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», говорим о том, как экономика Верхневоложья вместе со всей нашей русской экономикой переживает уходящий 2020 год. Вы нам, кстати, звоните в телефону 3190, а что вы думаете, даже если вы не предприниматель, не гендиректор какой-то крупной организации, вы просто простой житель, обыватель, но экономика это тоже на вас обязательно сказывается, потому что вы идете в магазин, покупаете себе пиджак, покупаете себе молоко, покупаете, может быть, кирпич на свой приусадебный участок, и на вас все это тоже отражается, потому что если экономика хорошо живет, то, по идее, кирпич должен быть вам по карману, пиджак с карманами и все прочее. А если нет, так нет. Поэтому 3190 звоните и высказывайте ваше мнение, либо задайте свои вопросы нашим экспертам. У нас сегодня в гостях президент Тверской торговой промышленности Палаты Владислав Шориков и гендиректор строительной компании Владимир Бакунин. Владимир, я вас перебил, Владислав, извините, перед рекламой. То есть, в общем, мое обывательское мнение, то, что строительная отрасль чувствует себя хорошо, потому что это такой инерционный процесс. Верно я понимаю? Да, конечно. Остановить, который это... Остановишь его, это будет смерть. Все. То есть, сама компания умрет, и обратно, чтобы восстановиться, это будет практически невозможно. Угу. Скажите, Владислав, когда вот начались эти ограничения по весне? Каких отраслей они в первую очередь коснулись? Ну, мы с вами помним прекрасно, да, сначала так называемая уже президентская неделя, когда остановили всех, тогда, естественно, коснулась каждой отрасли. Что касается впоследствий, наступила специфика. Вот это распоряжение нашей федеральной власти, да, в частности, президента, чтобы решали на местах, оно вылилось именно в том плане, что вот такая вот особенность, она проявилась в каждом регионе. У нас практически вся промышленность заработала сразу, да, то есть ограничения, они носили такой санитарный характер, ну, понятно, там, как обычно, маски, да, дезинфекции и так далее и тому подобное. Препятствий к работе промышленности не было. Здесь, конечно, возникли другие нюансы, они связаны с тем, что часто смежники в других регионах этого не делали, или как-то происходили замедления, да, и предприятия были вынуждены, ну, и на них это сказывалось. Но сам формальный допуск к работе, он присутствовал. Обрушилась основа проблем, это на сервисный бизнес, да, назовем его так, то есть, ну, понятно, то, что продолжает страдать, в первую очередь, и сейчас, да, сфера обслуживания, кафе, рестораны, кино, театры и так далее и тому подобное. Парикмахерские, спортзалы. Парикмахерские, спортзалы, да, совершенно правы. Мы с вами прекрасно помним этот момент с постепенным выходом на ихнюю работоспособность, фактически, ну, так можно говорить о двух месяцах, да, которые мы в итоге на это потратили. Связано это, конечно, что, ну, две вещи, понятно, общение людей, которое протекает в этих сервисных, назовем так, центрах, да, с одной стороны. С другой стороны, на предприятиях люди общаются не меньше, но все-таки базис экономики это производство, да, если мы ничего не произведем, то продавать будет нечего, соответственно, и возникает вопрос, что там в магазинах-то мы увидим, если никто ничего не произвел. То есть, не зря народ кинулся сметать туалетную бумагу с колбасой. Ну, ведь не удалось достичь результата. Смести туалетную бумагу и колбасу не получилось. Ну, потому что я когда удивлялся, думаю, да все же работают все равно, пищевая отрасль работала, думаю, товарищ, зачем вы стоите в очередях? Она, кстати, вообще не останавливалась. Конечно. Предприятия, выпускающие продукты первой необходимости, они вообще никогда не останавливались. Ну, тут есть какое-то оправдание, что рассчитывали на рост цен, да, где-то он оправдался, то есть сегодня купим дешевле. Но если туалетная бумага хотя бы не портится, то вот закупание муки или там крупы, да, но это же не консервы, там жучки всякие заводятся, плесневеют и так далее и тому подобное. Ну, все хозяйки знают, как это происходит. Поэтому в чем здесь была логика, сложно сказать. Ну, по крайней мере, вот так вот у нас эта ситуация разложилась. И, конечно, удар по сервисным предприятиям, он очень значительный оказался. Тем более, в сферу их расположения, да, и отношения с собственниками, например, часто арендуемых помещений, да, у каждого свои интересы. Плюс, не будем забывать, сами собственники зависят от энергетиков, снабжения водой, теплом и так далее. Везде платить, 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 отложенные платежи. Далеко не каждый получил такую возможность. И, соответственно, вот этот вот клубок противоречий, он, ну, для нашего региона относительно безболезненно. А почему так вот, господа? У нас же регион, я понимаю, был богатый, у нас была подушка безопасности в Тверской области, как у всего нашего государства, там, миллиард долларов. Регион, наоборот, считается небогатым, ни нефть у нас, ни газа. Почему так получилось, что для нас вот относительно безболезненно? Ну, первый-то вопрос, мы уже как бы на него ответили частично, да. Главная помощь людям, это дать им возможность работать. Да, когда мы вывели производственные предприятия на работу, соответственно, 90% экономического потенциала региона уже трудилось. То есть, когда мы говорим о всех остальных, ну, здесь в значительной степени сыграли свою определенную роль и меры федеральной поддержки, да, мы все прекрасно помним эту ситуацию, когда и льготное кредитование, и откладывание налоговых платежей, да, которые и сейчас, в общем-то, продлили. И так или иначе, это не поможет достичь процветания, о нем даже речи не идет. Это не помогло бы, ну, выжить предприятиям сервисно-отложенные без их собственных усилий, но это все-таки внесло определенную лепту, да, вот один из тех кусочков, которые помогли остаться на плаву. Для предприятий производственного комплекса немножко замедленная получилась реакция, но я про федеральные сейчас меры не говорю, но есть и наши региональные меры. Это, прежде всего, фонд развития промышленности Тверской области, который насыщается деньгами именно областными. И, как вы знаете, в отличие от федерального фонда с таким же названием, где подобной схемы нет, у нас есть это пополнение бюджета на оборотные средства до 20 миллионов рублей. Вроде бы сумма для многих предприятий незначительно небольшая, там, ну, 20 миллионов, но часто это становится вот той соломинкой, за которой бюджет предприятия цепляется и вытягивается. Я знаю много случаев, ну, поскольку я сам председатель сейчас экспертного совета фонда, да, но я не хотел бы их, как бы, рассказывать в деталях по именным названиям предприятия, все-таки это такая информация, которая может восприниматься как конфиденциальная. Но часть, она вполне открытая в средствах массовой информации, в том числе и вами, освещалась. Поэтому вот эти вот точечные моменты использования тех инструментов, которые у нас есть, они не привели нас в такое же состояние, как в 2019 году, но не дали нам опуститься на какой-то уровень, за которым подняться будет уже невозможно. Поэтому вот этот баланс между соблюдением санитарных норм с точки зрения здоровья граждан и с точки зрения здоровья экономики, чтобы она не рухнула, он в целом на настоящий момент пока соблюдается. Есть что критиковать, есть с чем не соглашаться, это всегда присутствует. Вот, я, например, и сейчас придержив мнение, что по некоторым моментам там можно сделать по-другому. Но с заднему умом мы все крепки, а раньше мы с такой ситуацией не сталкивались, поэтому опыт нарабатывался с колес, как говорится. Владимир, а вот когда объявили в связи с локдаун, ваша реакция какая была? Когда Путин выступил, сказал, праздники послушания зашли в него дня. Никто никуда не идет, все, помните, обрадовались, солнечная погода, пикники, шлыки, работодательный мир в Урысе, куда-куда побежали. Тем более за счет работодателя. Да, самое главное. Кто за это заплатил? Да, это эти люди. Ну, вы знаете, конечно, поначалу никто, естественно, не понимал, как и что. Народ-то быстро смекнул, как и что. Ура! Народ, да. А я имею в виду и собственников, и директоров предприятий, и собственников предприятий. Все пока думали, да, как это будут выкручиваться. Но потом уже через недельку осознание пришло, и все уже, да, поняли, что это как дальше будет, пока вот не знали. Бюджет пустой, скажем, у компании, да, покупок нету, того нету, работа вся стоит. Там ведь тоже там остановить аренды крана, предположим, стоит там немалых денег в месяц, понимаете, башенного крана, да? А за нее-то платить надо. Кран-то стоит. Кран-то стоит, он не работает, а за него платить надо. Понятное дело, там собственник крана тоже, вы понимаете, какая-то некая цепочка образуется. Собственник крана его покупает, берет кредит, чтобы, значит, заплатить кран. За кран, да. Большую часть крана сейчас заполняет. Потом, значит, да, сдают его в аренду, работа стоит, платить нечем, соответственно, там банку нечем. Ну вот только единственное, вот такая вот некая цепочка, понимаете? А как, ну, смотрите, слава богу, выкрутились как-то вот немножко, значит, понятное дело, что с потерями, с немалыми потерями, но выкрутились. По поводу, значит, сервисного обслуживания, вот сейчас мы что, разговаривали, да, я хочу сказать, что у жены, у моей салон красоты, она тоже работала. Конечно, тоже было очень трудновато. Представляете, разом раз и закрылись, там, предположим, да. Как стричься там, предположим, как стричься, как что. Звонки-то поступали ей на телефон, я видел, то есть она отвечала, говорит, ну, к сожалению, не можем. Трагедия сами под горшок. Да, да, да. Единственное, я хочу здесь поблагодарить правительство области нашей, потому что мы одни из первых в нашей стране вышли из этой ситуации, то есть мы прекратили и открыли все предприятия сервисного обслуживания. Это, я хочу сказать, вздохнули все при этом. Просто вот реально вздохнули, я по ней вижу. Я видел по тем сотрудникам, которые у нее работают, понимаете. То есть вот. Ну, кстати, психологически вначале, вот, как вы правильно сказали, люди обрадовались. О, неделя каникул, Новый год. Новый год весной, да? Да, да. А потом пришло осознание, что каникулы могут превратиться в каникулы безработицы до бесконечности, и денег-то нет, да, и на что жить, и так далее. И, кстати, это почему вот сказывается в том числе на общей экономической цепочке, вот мы ее сейчас затронули. А как считать потребительскую способность, да, какой делать прогноз, что мы сможем продать, какие услуги сможем оказать, если мы не понимаем, а будет это завтра или нет вообще, что произойдет. Вот эта вот неизвестность, она давлела над многими сильнее даже, чем прекращение финансовых потоков. Потому что, ну, когда человек понимает, а с первого числа, да, и заработали. Когда он не понимает, вдруг тебе объявят еще неделю, еще две, еще три, да, что будет дальше, он не в состоянии вообще никак просчитать. И вот относительная та ясность, которая все-таки у нас наступила быстрее, чем во многих регионах, она дала свой позитивный вот плюс. У нас торгово-промышленная палата есть в каждом регионе, как часть федеральной системы. Мы с коллегами постоянно общаемся. Я про некоторые регионы читаю, вот то, что они пишут, и думаю, господи, слава тебе, что вот это где-то у них там, они все-таки у нас здесь. Потому что, ну, есть такие перестраховщики среди региональных властей, что чем они собираются людей кормить завтра, для меня была загадка. Скажите, а вот эти меры помощи через банки, вот эти выплаты, чтобы человек там 12 тысяч вот эти получал и так далее. Помните, есть ситуация, когда многие тут же стали руководить фирмам жалобы, все это фиксно, ничего не дают, либо куча условий и так далее. То есть, все-таки эффективны были эти меры или как? Да-да, помогли, конечно, безусловно, помогли. А откуда все вот эти жалобы, помните, тоже, Владислав, вы особенно... Потом первую неделю-две фактически шло разворачивание самой системы. Не будем забывать, это решение правительства, потом ЦБ, да, а потом только по местным, ну, в смысле, по федеральным банкам, потом по местным подразделениям. Это все не заняло один день. Вот эти вот жалобы, они были объективны вполне, потому что первое время это не срабатывало. Но потом все заработало. Единственный нюанс был, что надо все подать вовремя, да, потому что все-таки эти программы, они оказались ограничены не по срокам, а по финансированию. Я знаю предприятия, которые вот опаздывали, им говорили, ну да, ты все правильно сдал, но у нас закончилось уже, да, деньги закончили. Или в лучшем случае, там, ну, условно говоря, рассчитывали на три месяца, пока он собирался, осталось два или месяц, да, эти вещи присутствуют. Но потом сама банковская система, она достаточно работать стала оперативно. Тут наложились, конечно, масса нюансов, связанных с кодами, которые идут по налоговой, да, по регистрации. То есть всплыли слабые места, на которые мы раньше не обращали внимания. Кто-то никогда и не смотрел на эту кодировку, что он там основным записал, а что он дополнительным записал, да. Ну, в общем-то, разница. А тут пришлось вспомнить. А тут пришлось. Мы на своем опыте видели, вот как, мы же как система единственные, кто фиксирует форс-мажорные обстоятельства. Ну, и задается вопрос, а кто раньше читал-то этот пункт сильно подробно? Ну, что-то там написано про наводнение, землетрясение. Тунами. Да, высадка марсианта, ну, ладно, и никто это и не читал. А форс-мажор на федеральном уровне он не фиксировался, ЧС не объявлялась. Следовательно, мы рассматривали все документы конкретно по данному договору. Экспертное заключение предусматривало разобирательство реальной ситуации. И если вы неделю не работали, это не значит, что контракт, который у вас предусматривается в течение года на выполнение, теперь можно не выполнять, потому что среди дней у вас не было на работе. Вот, где ты нарушил эту технологическую цепочку, почему ты решил, что это не верно? Хорошо, карантин отменили, вроде бы все ожили, ваша супруга вздохнула, облегченные ее подчиненные. Но потом снова произошло то, чего предсказывали многие эксперты. Мы их тогда называли пессимистами, но во многом оказались правы. Вторая волна, вот она еще хлеще, количество заболеваний больше и так далее. Скажите, что на экономике-то как-то отразилось? Или уж все-таки мы уже, что называется, имели какой-то иммунитет? Не в плане физиологического коронавируса, а в плане, что вот к этим всем потрясениям? Мне кажется, да, уже сработал какой-то иммунитет. Ну, во-первых, смотрите, если брать строительную отрасль, на самом деле, сейчас вот вторая половина 2020 года, она из-за льготной ипотеки, которую дало правительство, погашение процентной ставки, субсидирование процентной ставки банкам, оно дало увеличение продаж квартир. И сейчас я хочу... По вашему ощущению? Намного. Реально намного. 5 процентов, 3, 10? Нет, какой, по-моему, даже в два раза. Даже в два? Да, да. Вы знаете, очень. Я вам хочу сказать, что сейчас строители более-менее чувствуют себя нормально, потому что хоть и рентабельность небольшая, но из-за оборота, из-за того, что квартиры продаются, то есть они уже более-менее нормально могут себя чувствовать. Так что вот эта помощь правительству, на самом деле, очень эффективная. Очень эффективная. На новое жилье. Кстати, вот как раз, по-моему, вчера Матвиенко, или вчера сказала, давайте распространим еще на вторичку, льготную ипотеку. Но эксперты говорят, что строители под эту лавочку уж слишком завысили цены, что цены стали расти. И риэлторы говорят, и люди это замечают, что стали расти. А эксперты говорят, что стали совсем расти, что опередили инфляцию и так далее. То есть говорят, что строители воспользовались моментом и слишком завысили цены на свое жилье. То есть жилье действительно подорожало, я и сам это вижу. То есть еще какое-то время назад, мы все помним, к примеру, было понятно, что это эконом-класс на окраине города, но были квартиры, объявления, баннеры там с 900 тысяч в Твери. Сейчас такого близко нет. Сейчас даже и на РСД-ушку смотришь, вторичка причем. А с тебя просят там чуть ли не 2 миллиона. Цены подросли, безусловно. Но я вам хочу напомнить то, что я говорил. Строители работали на грани рентабельности. За кран облуплотить. Да, просто вот выживали. Год назад строители выживали. Сейчас немножко они вздохнули. Понимаете? Поэтому вот этот рост цен, порядка, я так его предполагаю, где-то процентов на 5, на 7. А говорят больше. Говорят 10. И даже поболее такого. Вы знаете, место, место и еще раз место. То место, значит, если центр города, как вы говорите. Нет, не центр в том-то и дело, спальные районы. Да, да, да. Нет, не Тверской проспект. Ничего не строит. Ну, какие-то, может быть, и на 10, конечно, подошли. Ну, это естественный путь. Понимаете? То есть, как выживать-то тоже? Ну, если... Ну, как? Ну, как? А на развитие, где деньги брать? Правильно? На развитие. Ну, даже не на новый кран. На ту же площадку. Ведь площадку, когда закладываешь, коммуникации подведи. Техусловия выполни. Понимаете? То есть, это достаточно сложный процесс. И он именно растянут во времени. Где деньги-то брать? Понимаете? Если денег не будет вот этой, вот этой маржи, которую сейчас заложили, которая есть, наконец-то, которая есть сейчас у строителей, да, соответственно, и развития не будет, нового строительства не будет. А вот вы говорили, что целый ряд компаний в Твери уже задумали или начали банкротиться, как передумали они в этой связи или все, вот им уже свидание? По вашим данным. Ну, те, кто вступили в банкротство, понятное дело, уже обратно достаточно сложно выйти. А те, кто задумывали об этом, нет, сейчас уже нормально. Работают нормально и достаточно стабильно. То есть, строители, по-протому говоря, наверстывают то, чего недополучали последний год. Конечно. Когда вы говорите, что работа в ноль практически. Да. Ну, хорошо, допустим. В этой связи, вот ваш, Владислав, вот сейчас дискуссия на уровне федерального власти нашей, эксперты тоже, Набиулина. Продлевать, не продлевать? Набиулина говорит, стоп, стоп, стоп. И что, мы надуваем мыльный пузырь на рынке ипотеки в первую очередь, и вообще, вот, у нас сейчас случится кризис, какой в США породил кризис с восьмого года, когда тоже понадавали кому попало ипотеку, в том числе, там, людям не платить способным, потом все рухнуло. Вот, на ваш взгляд, стоит продлевать? Обязательно. 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 Владислав, вы что думаете, не получится, все-таки, как нольную пузыря, когда нахватали ипотеку, услышав, что низкий процент, те, кто не смогут ее обслуживать? Ну, во-первых, я думаю, что продлевать надо. Это так, по факту решения. Насколько? Во-вторых, ну, да, вот сейчас к этому как раз подойдем. Во-вторых, сейчас как раз не тот момент, когда нужно ее отменять. То есть, давайте, в экономике у нас, мы говорим, год получился неудачный по известным причинам, ну, давайте сверху еще довесим, да, и придавим еще своими действиями. Да, ну, добьем, не добьем, но, по крайней мере, постараемся нанести ущерб. Где этот мыльный пузырь? Его еще встретить потом надо. Да, да, а строительная отрасль, вот она рядом. Потом, ну, люди покупают, подорожало это плохо, но люди покупают, значит, покупательная способность есть. Как говорил Советский Войск, значит, деньги у народа есть все-таки. Да, они червонцы несут, то руксин, да, это сдавать, значит, деньги у них есть. Банки выдают, да, консервативные организации у нас, но, значит, проверяют и доверяют. Потом, материальная ценность, даже не дай бог, но у человека не получилось что-то, да. Материальная ценность, она никуда не делась. Квартира построенная, она как была, так и осталась. Смотрим на общемировой опыт, особенно на китайский. Они вообще надувают этот пузырь строительства под ипотеку. Ну, в Китае я слышал там репортаж, такие вот целые города пустые стоят. Да, ну, это их не опыт, да, их там много, они чего-то понастроили и так далее. Ну, и потом, извините, человек, который живет, проживает в собственной квартире, он как-то психологически лучше себя чувствует, вот, он, может быть, активнее работает, ощущая эту еще и необходимость оплачивать свое собственное жилье. Ну, а дальше мы вот гнемся в демографию, про которую так много говорим, да, что у нас там провал. Людей нет, работать некому. Ну, и как же это народонаселение у нас будет расти, если мы оставим его жить в шалаше? Вот, вот, хороший такой вопрос. А опасения Центрального банка, ну, это работа такая, они всего должны опасаться. По ихнему мнению, так это вообще лучше, вот, 100 рублей к 100 рублям сводить, и чтобы ни влево, ни вправо, и никогда ничего не произошло. Вот, только почему-то, используя эти инструменты, другие страны не боятся иногда влечь в долги, да, и как-то стимулируют свою экономику, а мы иногда перестраховываемся. Это хорошо, когда есть, там, вот, кубышка, из которой в таком случае можно, как сейчас пандемия, проплачивать. Но это не значит, что от каждой тени надо шарахаться. Поэтому, ну, не время уж. На следующую половину года уж точно надо продлить, но там жизнь она покажет, будет там, очередная волна не будет, и как она будет складываться. В целом, если говорить про очередную волну, все-таки, меньше, вторая наша очередная получается, что вы думаете по поводу того, разговоры идут, давайте снова начнем вводить ограничения. Мы видим, какие-то регионы вводят там, там закрыли, там Бурятия вообще чуть ли не полный локдаун ввела, правда, потом через три дня я смотрю репортаж, они одумались, да нет, нет, вы что, все нормально, за три дня все выздоровели, и они опять все подменяют. Вот в Петербурге вот эта дискуссия, что говорят, город наш, второй город в стране, северная столица, буквально в одном шаге тоже от совсем полного локдауна, вот весеннего образца, уже сейчас там дискуссия, закрыть кафе, не закрыть, а как будем Новый год встречать, а где Оливье будем кушать, дома не хотим и так далее. Вот ваше мнение, стоит ли вот вводить на фоне того, что по стране 26 тысяч заболевших каждый день, 27-28, стоит ли опять вводить тот весенний локдаун, карантин? Я вот в Санкт-Петербурге упомянули, с другой стороны хотел на это посмотреть, даже немножко не экономическое, а социально-экономическое. Ну, мы сейчас здесь у нас, да, не в Санкт-Петербурге, там наверняка своих особенностей хватает, но почему, скажем так, бунтуют, да, вот эти вот владельцы кафе и ресторан, а потому что, а у них выбор, умереть или бунтовать. Вот у нас такого выбора сейчас пока, несмотря на все сложности и ограничения, не стоит. И вот подходить к нему не нужно, да, когда вот эта волна с топорами и вилами скажет, ну и все, нас очень беспокоит здоровье, нас очень беспокоит коронавирус, но есть нужно что-то сегодня, а заболеем мы этим коронавирусом может быть через месяц, да, и может вообще не заболеем. Да, как мы уже говорим. И это вызовет вспышку социального недовольства. А российский бунт, он, как известно, беспокоит. Да, поэтому вот до этого доходить не надо. Там, в Санкт-Петербурге, у них там денег побольше, пусть они там сами разбираются. То есть наши региональные власти вот проявляют мудрость, что не вводят тотальное ограничение, некоторые федеральные каналы там пытались как-то попенять на это, но вот я тоже считаю, что вот наш губернатор, он правильно делает, потому что он думает на два шага вперед, не просто закрыть лишь бы и отчитаться, а он думает, чем будут жить эти люди. А ведь, согласитесь, любой бизнес, это не только далеко хозяин, хозяин это верхушка пирамиды, это его заместители, средний уровень этой фирмы, а самое главное, это рядовые сотрудники, которым придется взять свои портфели и на улицу на берегу труда. Даже вот, ну, если совсем еще, как говорится, с другой стороны, недавний отчет про наполнаемость областного бюджета, он у нас по 2-3 миллиарда, там понятно, есть инфляция и прочее, но он растет, да, то есть не самый наш богатый регион, он выдерживается по сбору налогов на определенном уровне. А когда мы смотрим там план на следующие 3 года, он да, у нас вообще, на 7 на 8, да, должен еще, но это как сложится, посмотрим. Ну, то есть наполняемость бюджета есть, но, соответственно, когда у тебя есть деньги, ты можешь социальные вопросы как-то решать, да, если мы всех вот так ограничим не работать, то базис экономики устраним и дальше делить-то будем что? То, что было накоплено раньше, ну, поделили несколько месяцев, а и все. Вот это не очень хорошо. Поэтому, да, лозунг, что все мы это делаем под причинам защиты здоровья населения, он правильный. Да, действительно, нужно внедрять, и уже внедрили осознание там, средств первичной защиты, да, в виде масок и прочее, прочее. Но вот обрубить сук, на котором сидим, а потом ходить вокруг него и радоваться, это не самое лучшее решение. Ну, что будет, Владимир? Абсолютно согласен с Владиславом, потому что, ну, смотрите, еще раз повторюсь, что хотел бы вообще поблагодарить губернатора, потому что весной мы одни из первых регионов вышли из этого, из локдауна. Вот, и то, что сейчас не вводят, это просто мудрое, правильное решение. Ну, смотрите, ведь у каждого собственника той же парикмахерской там или какого-то другого малого бизнеса, да, есть какие-то небольшие сбережения, но все-таки они есть. Ну, какие есть сбережения, предположим, у официанта? Или там, какие есть сбережения у уборщицы того же ресторана? Их просто нету. То есть, ну, это страдают в первую очередь вот люди, которые... Самый рядовой состав. Самый рядовой состав, конечно. Мое мнение, ни в коем случае нельзя вводить его нашим регионам. Надо сейчас больше смотреть на меры защиты чисто с медицинской точки зрения, да, ну, появилось у нас несколько вакцин, да, посмотрим сейчас, если были испытания, а теперь вот уже на людях, непосредственно обычных гражданах происходит, просмотрим эффективность, начнет сужаться вот эта база где происходит заражение. Я уверен, но мы с вами на бытовом уровне, да, прекрасно понимаем, что многие из тех, кто ходит вокруг, они уже, наверное, и переболели, а кто-то и не зная об этом. Да, да не кто-то. Сами эксперты говорят, многие очень, многие. Совершенно точно. То есть, статистика статистикой, а есть еще статистика, которая не статистика, то есть, те, кто не ходил, не проверялся и никогда и не считался за это. Постепенно эта база будет сужаться. Ну, и со всем прискорбием надо сказать, что ведь это не единственная болезнь, которая существует среди человечества, да. Если поставить в одну графу потери, которую мы несем от коронавируса, а рядом от других болезней, то неизвестно, какой столбик будет выше. Даже очень даже известно. Сейчас и грипп, да, и ОРВИ. То есть, вот, все-таки золотая середина, да, она должна быть изыскана. Ну, и пока мы вот вокруг нее как-то ухитряемся находиться, не перевешивая весы в ту или иную сторону. Владимир, если говорить, уже заглядывать в будущий год, до которого остались считанные недели, как вы видите, развитие, в частности, вашей отрасли, вот вы, говорите, хорошо, сейчас вздохнули, более-менее сделали, так сказать, глоток, плавали, что-то спасамый нос, думали, утонут строители, ну вот, сделали глоток. В этой связи, как прогнозируете, будет наш строительный отрасль нашего региона, в частности, Твии развиваться в 2021 году? Ну, я так предполагаю, что льготное кредитование все-таки ближайшие полгода... Ипотека. Ипотека, да. Минимум. Да, да. Разные разговоры, кто-то на год, давайте, вы как думаете. Я думаю, что полгода сохранится, я надеюсь, я надеюсь, да. То есть, ну, ближайшие полгода, значит, строительная отрасль будет себя чувствовать хорошо, а там, ну, оборот идет, на месте строители не стоят, осваивают новые площадки, а там уже посмотрим, что мы сейчас... Вот, очень сложно заглянуть на год вперед. В нашей стране, тем более. Да, поэтому... Ну, давайте программу правительства возьмем, федерального 2020, которая была сделана несколько лет назад, и сейчас прочитаем, да. Это на федеральном уровне при их осведомленности тяжело планировать, а нам так еще сложнее. Каждый тут уже старается за свое предприятие как-то постараться решить вопрос. Ну, в итоге из этих вот маленьких решений получается общая экономика региона. Владислав, ну, все-таки вот меня как обывателя интересует, цены и дальше будут расти таким же темпом, или все-таки замедлится их рост? Я думаю, замедлится. Я думаю, уже вот остановится. Потому что, ну, куда расти-то, куда? Люди не получают, не зарабатывают больше. Зарплаты их не выросли. Зарплаты их не выросли, конечно. То есть, строители, на ваш взгляд, наверстали сейчас то, что вот недополучали, как мы говорили, там, 17-18 году, и как бы приостановят, не будет такой уж, пока ипотека, давайте еще, давайте еще, пока льготная, давайте еще гнать цены вверх. Нет, немножко не так. Диктует рынок, не строители. Покупательный спрос. Да, покупательный спрос. Да. То есть, если сейчас покупательный спрос вырос, соответственно, значит, и цены подскочили. Вот. Если сейчас он останется на этом же уровне, то цены не вырастут. Если вдруг наше население захочет еще купить по вторым, по третьим квартирам, соответственно, да, цены и вырастут. Ну, вы понимаете, мы тем более в Москве живем. То есть, а если получится так, что вот те, кто сейчас могли купить, все купили, и дальше спрос начнет схлопаться. Ну, потому что все. Ну, вот, может произойти, наоборот, даже откат какой-то по ценам? Я думаю, нет. Я думаю, сейчас, понимаете, покупают во многом малогабаритные квартиры. Это однокомнатные, двухкомнатные. В Москве слышала такая тенденция, что площадь квартир покупаемых снизилась. Еще какое-то время назад покупали 70 с лишним площадью в среднем. То сейчас, по-моему, даже до 50 упало. И вот эти люди, которые, значит, сейчас, как правило, кто-то, это молодые люди, там, девушки, юноши, да, которые где-то работают, вот, они купили себе, чтобы самим жить, да. Через какое-то время они ведь будут обзаводиться семьями, понимаете? Соответственно, спрос уже будет расти на более вместимые квартиры, поэтому здесь это такой процесс, он, я думаю, нет, не остановится он в ближайшее время. Понятное дело, он остановиться может, если у нас гемографическая ситуация в стране будет уменьшена, да, и все хуже и хуже и хуже, понимаете? Где-то, да, я, может быть, там, на каком-то этапе это и остановится лет через 10-15, да. Но для этого, смотрите, для этого на правительство, я так вот смотрю, просто оно делает для того, чтобы рождаемость увеличилась. В частности, недавно мы познакомились с нашим министром по демографии Тверской области, очень приятная женщина, то есть, и она понимает, что от нее требует губернатор и работает в этом. Рожать надо, рожать надо, и экономика будет, и экономика будет увеличиваться, и зарплаты будут расти. Почему-то вот не понимают люди этого. Ну, сейчас, знаете, европейская, это кризис общий. Пусть будет один ребенок, что у него будет айфон, планшет, и так далее. Владислав, у нас буквально две минуты. На ваш взгляд, вот, если, допустим, сейчас вакцина окажется рабочей, прививать начнут все больше и больше количества людей, уже тотально, то есть, сейчас пока военные, там, врачи и так далее. На ваш взгляд, соответственно, можно ли ожидать роста экономики? Ну, я думаю, что вакцин-то точно окажется рабочий, та, другая или третья, да, их не зря разработан в свой ряд. Что касается роста экономики, честно сказать, я бы не надеялся до половины второй следующего года, нам бы достичь стабилизации, да, после вот этого падения. Ближащих полгода. Сейчас оно неизбежно будет зафиксировано, ну, там, от пяти до семи процентов, я думаю, это даже можно не оспаривать. Нам вернуться бы на прежний уровень. Когда, на ваш взгляд, вот уровень, то есть, начало двадцатого года, верно? Если общая, так сказать, вакцинация или нераспространение вируса и, соответственно, экономика будет работать в обычном порядке, потом наступит вот этот отложенный спрос второй, который между первой и второй волной произошел. Но хорошо мы к осени следующего года где-то должны стабилизироваться на чем-то похожем на девятнадцатый год. Вот. Поэтому следующий год – это год стабилизации. Про рост я бы не рискнул говорить. Но, как известно, стабилизация – это платформа для роста. Вот если мы ее достигнем, как-то не надо достигать дна, надо достигать предыдущего уровня, который у нас был. Тогда, да, толкнемся ногами от этого уровня и вполне реально. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Спасибо вам большое. Будем очень надеяться, что ваш прогноз сбудется, потому что хотелось бы хотя бы действительно стабилизаться и вам, строителям, да и всем жителям региона. Жители региона – это ведь все граждане начинают простой уборщице и заканчивают гендиректором какой-нибудь компании. Потому что сколько можно потрясения. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили об итогах уходящего года для экономики и о перспективах. Будем действительно надеяться, что вакцина будет работать и коронавирус наконец-то отступится, а соответственно наша экономика начнет хотя бы на одном уровне зафиксироваться. А там, правильно, как сказал Владислав Шориков, оттолкнемся, пойдем вверх. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое, дорогие гости. А вам, дорогие телезрители, крепкого здоровья. До свидания. До свидания. До свидания.